Марина, на ваш взгляд, как сейчас себя чувствует молочная отрасль в нашей стране? Молочная отрасль в нашей стране сегодня себя чувствует достаточно хорошо, потому что растут объемы производства молока сырого. Цена сейчас также достаточно комфортная и для производителей сырого молока и для переработчиков. Кроме того, мы наблюдаем рост производства сыров, мы наблюдаем рост производства сыворотки и также наши производители начали активно развивать глубокую переработку молока. Я видела вашу презентацию про поголовье коров. Там, в принципе, получается линия практически ровная все эти годы или что-то меняется? Если говорить о поголовье, то за последние 10 лет поголовье практически не претерпело серьезных изменений. Если раньше продуктивность была на уровне 5 тонн в год, то сегодня мы уже говорим о том, что у нас есть показатели и 7,5, а у очень успешных хозяйств это порядка 14 тонн в год на голову. То есть мы свое племя как-то начали выращивать или откуда такие показатели? Все-таки у нас очень много привозного стада и также, конечно же, мы начинаем развивать племенное животноводство. То, что необходимо было делать достаточно давно, но то, что после развала Советского Союза 15 лет мы не делали вообще. А сырья хватает? Ну, на данный момент, конечно же, как смотреть? То есть если говорить о том, загружены ли сейчас производственные мощности, то, безусловно, есть потенциал для роста, у нас есть и развитие, план достаточно хороший. Но, конечно же, у нас остается высокая доля импорта. Поэтому, если мы говорим о самообеспеченности в том термине, как правильно о нем говорить с точки зрения продовольственной безопасности, то нам, конечно же, необходимо увеличивать объемы производства молока. Иначе бы у нас не было все-таки доли импорта. А импорт у нас сейчас откуда идет? В основном импортные поставки осуществляются из дружественных стран. И, конечно же, Беларусь – это наш ближайший сосед. И та страна, которая, по сути, после эмбарго осталась практически ключевым поставщиком по самому большому спектру продуктов молочных. Вот мы так плавно уже пришли к теме эмбарго. Получается, в этом году 10 лет. Вот за эти 10 лет, как изменилась отрасль? Как на нее повлияла эмбарго? И все ли нам удалось импортозаместить? Давайте так. Очень многое нам все-таки удалось импортозаместить. Что принципиальным образом изменилось? Изменились объемы производства молока. Если мы говорили в 2013 году, что у нас молока, пригодного для переработки, так называемого товарного молока, был на уровне 15-16 миллионов тонн, то сегодня это больше 20 миллионов тонн. Кроме того, у нас выросло поголовье в крестьянских фермерских хозяйствах, и объемы производства молока также возрастают в этой категории. То есть, если мы говорим в целом о сырьевой базе, то, конечно же, здесь мы приросли. За счет чего? Все-таки не будем забывать, у нас серьезная была господдержка. У нас было льготное кредитование достаточно длительный период времени. У нас была компенсация капексов на молочно-товарные фермы. И она, эта господдержка, до сих пор остается. Именно поэтому у нас сырье активно развивается. Если мы говорим о переработке, то, конечно же, самый большой рывок мы наблюдаем в так называемых двух самых доходных молочных парах. Это сыр, сухая сыворотка, и сливочное масло, сухое молоко. И вот здесь, да, это самые две самые доходные пары в мире, так всегда было. А в России там была достаточно серьезная зависимость от импорта. Если мы говорим о сыре, то на 2013 год это было 56%. Сегодня этот показатель на уровне 28%. Если мы говорим о сухой сыворотке, то там показатель порядка также 60%. Сейчас этот показатель порядка 25%. Если мы говорим о сливочном масле, то там также была зависимость порядка 40%. Сейчас это четверть, а если мы говорим о сухом молоке, то там была зависимость 70%. Сегодня этот показатель там также чуть больше 20%. Мы не говорим, конечно, о том, что все продукты должны производиться только на территории Российской Федерации. И допустимые есть параметры для импорта. Но эти параметры не на уровне 70% должны быть. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что вот это нам удалось сделать. А традиционные молочные продукты, они давно уже производились в России. Там доля импорта небольшая, она порядка 10% и не представляет никакой сложности. Ну, собственно говоря, не для производителей. И потребители, конечно же, уже тоже привыкли к тому, что у нас свое, родное. Вот что с потреблением происходит? Как его уровень меняется? У нас, конечно же, растет все-таки уровень потребления молока в перерасчете на молоко. За счет каких продуктов? Прежде всего, это, конечно же, сыр. Потому что все мы знаем, что для того, чтобы произвести полутвердый сыр, необходимо 10 литров молока. Чтобы произвести сливочное масло, нам необходимо 25 литров молока. Соответственно, вот в этих молокоемких категориях произошел рост. У нас произошел рост по сырам. Если раньше мы по уровню потребления на душу населения не дотягивали до уровня 5 килограмм, то сейчас мы уже можем сказать, что мы превысили параметр 7 килограмм на человека. Это достаточно уже хороший показатель. К сожалению, это далеко еще до европейских показателей, порядка 10-12 килограмм. Мы, конечно же, отстаем от таких стран, как Австрия, Германия или Френция, где и 26, и 28 килограмм на душу населения. Но мы можем сказать, что мы двигаемся в этом направлении. И здесь произошло изменение такое структурное. Есть такое выражение, молоко в будущем будут есть твердым. Ну, то есть сыр – это то самое твердое состояние, которое концентрирует белок и кальций. И люди, которые ориентированы на здоровый образ жизни вообще, на потребление сбалансированного питания и заботятся вообще о потреблении кальция, конечно же, для них сыр становится определенным спасением. И здесь у нас идет некое перераспределение с кисломолочных продуктов, даже традиционных, таких как ряженка, кефир, вот как раз на сыры самые разные. И мягкие сыры, и полутвердые, и твердые. А вот это происходит потому, что производители предлагают или потому, что люди так хотят? То есть как этот процесс так устроен? Смотрите, здесь на самом деле это улица с двусторонним движением. С одной стороны, у нас и потребитель меняется, обратите внимание, у нас все-таки поменялось поколение потребителей. То есть у нас потребители, которые родились, вообще люди в России, которые родились после 91-го года, их уже 50 миллионов. Да, они самые разные, но они уже выросли и на рекламе, и они выросли на немножко другом понимании. И вот эти отголоски домиков в деревне и воспоминаний, как было у бабушки, у них этого уже нет. Они выросли в другой реальности абсолютно. Но мы смеемся, что они думают... То есть мачка уже не хочет, а хочется сыра, получается? Да, конечно. То есть более того, потребление поменялось немножко с домашнего на так называемое to go, на внешнее. То есть когда мы просто через кулинарию, например, дети покупают либо бургер, либо сэндвич, опять же, он идет с сыром. Роллы с тем же сыром. Если мы говорим о даже базовых каких-то кулинарных изделиях, они идут с макаронами и сыром. И вот у нас потребление такое, так называемое, скрытое, да? То есть не то, что покупается через прилавок, а то, что потребляется через другие, скажем так, каналы сбыта. То есть не только классический ресторан, а вот таким образом. А какие еще тренды вот у этого основного покупающего поколения? Прежде всего, они достаточно думающие и очень грамотные. Они очень смотрят внимательно на упаковку. И для них чистая этикетка – это принципиально. Потому что молодое поколение, оно выросло, с одной стороны, на информации о том, что молоко вредное, нужно смотреть, что написано на упаковке. И с другой стороны, они достаточно активно смотрят и фуд-блогеров и так далее. И уже, ну, как-то заботятся, опять же, о своем здоровье. И они читают, что написано на упаковке. И знают, что чем меньше там ингредиентов, тем более натуральный продукт, по сути. У них другие требования к вкусовым аспектам. Допустим, у молодого поколения у них предпочтение не к кислым продуктам. Ну, вот, допустим, как еще у моего поколения. То есть мы понимаем, что творог может быть кислый, сметана может быть кислая. И даже вот сыр российский, да, ну, вообще группа Телезитор, да, она кисловатая, и это нормально. И по ГОСТу это так, да. Они любят более сливочный вкус, более нейтральный, более молочный вкус. И менее сладкий. То есть все-таки вот этот тренд, опять же, без сахара, без соли, более натуральный, он также идет вот в развитии. Опять же, вот выходцы из 90-х, да, мы все любили очень сладкое. Если это там, допустим, какой-то сырок, то это сладкий, а там творожная масса сладкая, да, йогурт, он сладкий. И там наполнители, сахар. Нет, молодое поколение так уже не любит. Это более нейтральные вкусы, и, соответственно, к ним адаптируется. И что предлагает сейчас производитель? Производители, конечно, у которых все-таки достаточно успешные, они за этими трендами слезят. Они ориентируются, они делают фокус-группы, они смотрят, что нужно. Указывать на этикетке, как коммуницировать с потребителем, допустим, какой процент жирности указать, какую калорийность вынести на упаковку. Сахарозаменитель добавить. Да, сахарозаменитель добавить, если это, допустим, ориентация на ЗОЖ тот же, да. То есть вот эти новые продукты. Или, например, вот тема шеренгфляции, она же активно обсуждается. А там же два таких момента очень интересных, что почему у нас там нечестный литр, или почему у нас там сметана не 0,5, да. А потому что нет потребности сейчас в этом. Потому что у нас достаточно большое же количество людей в домохозяйствах, где один человек. Домохозяйство создано из одного человека. Ему не нужно пол-литра сметаны. Это небольшая семья. Мы живем сейчас так же по-другому, да. И, соответственно, многие диетологи рекомендуют покупать десерт на один прием пищи. Но сейчас нет проблем дойти до магазина, заказать доставку. Соответственно, вы можете купить, во-первых, разнообразие себе обеспечить, во-вторых, именно эту упаковку съесть. И, собственно говоря, получить свою необходимую дозу калорий, жиров, белков и углеводов. А если резюмировать все, что вы сказали, то какие задачи первостепенные сейчас стоят перед молочной отраслью страны? Ну, прежде всего, конечно же, перед молочной отраслью стоит задача все-таки развиваться, да. И развивать экспорт. Для этого нужно нам и, с одной стороны, сырье. И та господдержка, которая существует, ее необходимо оставить. Но также производителям необходимо переориентировать свои производства уже на те страны, которые готовы и будут рады потреблять молочные продукты из России. Но у каждой страны есть свои требования. И вот это необходимо учитывать. Если мы говорим о внутреннем спросе, то здесь очень важно именно давать потребителю то, что ему необходимо. Ориентируясь и на ритейл, и развивая собственные бренды. Вот здесь очень важно удержать еще доходность. Потому что производители сейчас встают перед серьезным выбором. Развивать собственные бренды или производить СТМ. СТМ есть плюс, потому что это стабильный спрос. Это прогнозируемое такое кэшфлоу. Но есть минус. Ты потеряешься. Да, в перспективе 3 года – это потеря доходности, это потеря себя, как вы правильно сказали. Это уже ориентация на минимизацию издержек. И, соответственно, вы потеряете свой бренд. А вот собственные бренды, развитие брендов – это, естественно, долгосрочная перспектива. И вот сейчас я бы очень рекомендовала потребителям посмотреть на то молодое поколение подрастающее, на его ценности и его, по сути, вырастить. И тогда вы останетесь с ним, когда уже эти люди создадут свои семьи, у них появятся свои дети. Но, по сути, если мы посмотрим немножко назад, то то, что сделал домик в деревне. Ведь они, по сути, вырастили своего потребителя, который ничего, кроме домика, не хочет потреблять. А с точки зрения сырья? С точки зрения сырья у нас достаточно хорошие перспективы. Почему? Потому что и племенное животноводство развивается. У нас все равно есть доступ к зарубежным всем технологиям, к зарубежному поголовью тому же. И здесь у нас еще хорошие показатели уже по жиру-белку и по соматике. Но, конечно, нам необходимо вот эту планку держать. И те хозяйства, которые пока отстают, ну, конечно же, им необходимо все-таки подтягиваться и развиваться. Но здесь у нас нет другого выхода, кроме как производить все-таки качественное сырье и из него делать качественные молочные продукты. Ну, поживем, увидим, надеемся, что так и будет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.